Друзья, всем привет! Сегодня я сделаю такой небольшой обзор гостевого дома Разина. Это Астраханская область, но мы за Астраханью. На территории базы отдыха мы видим вот такой пруд. Плавать здесь нельзя. Здесь в основном хозяева разводят вот в этих маленьких отстойниках раков. И молодняк. Различная рыба, которая потом выпускается в этот пруд. Мальки в основном, чтобы потом запустить в этот пруд. И здесь на пруду ловятся хорошие сазаны. Мы поймали 2 примерно по килограммчику, но плещутся примерно килограмма по 4. Такие отличные сазанчики. Еще на донку идут у нас лещи хороших размеров. Тоже может по полкилограмма, грамм 700. И подлещики. Тоже такие большие. Вот Ира сейчас тянет. Он тянет кого-то, видите. Вот это у нее окуньки пошли. Вот 2 окунька. Ира поймала 2 окунька. Посмотрите, ну неплохой размер, особенно вот этот. Ну, отличный размер. Окуньки здесь тоже идут. Ну, пока Ира снимает, мы будем дальше абсортировать. Не любит она окуньков снимать. Значит, вот такая база. Вот там большой дом. Домик, это бывшая баржа. Там на 14 мест, на 14 рыбаков. Пока там живут хозяева. Территория у нас вот такая. Здесь можно парковка. Место для парковки есть. Наша машина стоит. И 3 домика на территории. Пока 3. Но я думаю, что может быть в дальнейшем хозяева планируют и больше построить. Но пока 3. Мы живем на втором этаже вот этого дома. Внизу столовая. И вот верхний этаж, это наш. Там 6 кроватей. Этаж второй, это как мансарда. Мансардные этажи. Очень хорошо, очень удобно. Свежо, не жарко. По крайней мере, сейчас не жарко. Хотя первые дни мы приехали, было прохладно. А вот сейчас температура где-то 25. Сейчас время 6 часов вечера. Вы видите, солнце светит. Здесь стоят морозилки. То есть для шоковой заморозки, для рыбы ларцы. Пожалуйста. Это для желающих, кто поймал. Два ларца. Здесь наши сазанчики лежат. Уже расфасованные сазанчики. Сазанчики и сомики. Мелкую рыбу мы почистили, убрали у себя в холодильник. А там ее не очень много. Это вот дом. Первый дом, это столовая. И я уже сказала, второй этаж это наш. Показываю нашу кухню. Мы приехали на базу. Здесь есть туалет. Можно помыть сразу руки. Даже есть общее полотенце. Кухня. Кухня у нас дальше. Вот столовая. Ира готовит. Мы решили выбрать большой стол, так как у нас 4 человека. Здесь столы уже тоже заняты. Значит, можно сесть на диванчик и посмотреть телевизор. Там, если в коридоре можно раздеться. Гитара даже есть. Сейчас мы здесь будем кушать. Такой интерьер. Раздаточная. А это непосредственно кухня. Ну, народ заехал, поэтому кухня уже заполнена. Есть шкафчики. Видите, внизу шкафчики. Микроволновка. Здесь холодильник. Мусорка. Вот он, еще холодильник. Так что, все для отдыха. И для приготовления. Это хлебницы. У каждого своя. Какая-то тряпочка тут лежит. Хлебницы. Кастрюли. Все есть. Все, что надо, все есть. Столовая расположена на первом этаже, а мы живем на втором. Второй домик. Там тоже, наверное, на 6 или нет, там больше. Там есть двухъярусные кровати. Второй этаж. Видите, и у нас, и вот здесь на втором этаже есть кондиционер, чтобы было как бы очень уютно. И когда жара, чтобы было прохладно. Территория тоже облагораживается. Постоянно костится травка. Есть цветочки, скоро зацветут. Видите, туи высажены. Здесь уже все очень ухожено, очень хорошо. Это баня. Баню при желании тоже можно, пожалуйста, попариться. Вот такая банька. Прихожая. Здесь лавочки. Есть туалет в банке. Душевая комната. Ну и сама парилка. Здесь даже пахнет банькой. Венечка им пахнет. Классно. Банька. И это еще один дом. Мы тут и не пойдем. Там тоже стоят койки, диваны. Висит телевизор, холодильник в номере. То есть все необходимое есть. Кроме пруда, есть еще причал. Ну, это я так называю. Сейчас туда пойдем, посмотрим. Это Печка здесь течет. Летом лотосы. Не знаю, в этом году что-то лотосов нет. Так, вот еще территория. Здесь есть рукомойник. А вот тот стол, это мы там разделываем рыбу. И также стоит коптильня для холодного копчения. Здесь есть, видите, мангалы. Там, кстати, еще есть один мангал. Это афганская печка. Мы здесь готовим покушать. Вчера готовили шарпу. Так, вот наши рыбаки приехали. Вот они, видите, причал. Все рыбаки наши. И еще есть вот такой причал. Вчера его не успела до конца вам показать. Здесь тоже можно ловить рыбку. Здесь мы ловили только первый день. Шла вобла. Гостерка, лесик тоже. Здесь есть столик. Можно покушать. Вода очень сильно поднялась. Поэтому в этом году как-то рыба слабо идет. Вот так. Все, видите, все в воде. В прошлом году здесь была Ирочка и сказала, что эта река была вся в лотосах. В этом году лотосов нет. Может, попозже будут. Пустой рек. Такой причал. Ну вот и все, друзья. Вот такая база здесь очень хорошая. И рядом тоже есть база. И дальше есть база. Все для отдыхающих и рыбаков. А на этом я, как всегда, не прощаюсь с вами. Говорю вам до новых встреч. Обязательно подписывайтесь. Пока-пока. Пока.